Здравствуйте, мои маленькие русофобы и любители фейков. Вы видите и слышите Алексея Халецкого и Петровича Белкина Олега. Слушай, я правильно твою фамилию, кстати, сейчас просклонял? Петровича Белкина? Да, да, всё правильно. Это двойная фамилия, идите в виду. Да, склоняется. Петровича Белкина, кандидат исторических наук, бывший преподаватель универа дружбы народов. Его уволили за его как раз гражданскую позицию. Он эмигрировал, теперь находится в Бишкеке, я так понимаю. Ну, несколько книг выпустил, 36 лет, мне 40 лет. На всякий случай надо говорить, а то народ считает, что мы какие-то малолетние никто, который сидит и русофобит тихонечко тут. В общем, он на своём канале, вот буквально несколько дней до нашего вот этого разговора, выпустил видео под названием «Психология путинской лжи и пропаганды. В чём причины милитаризации и фашизации российского общества». Собственно, по этому поводу мы сейчас и будем разговаривать, обсуждать академически, объясняя это всё по пунктам, сидя по-умному, а сейчас мы сейчас немножко более казуально это и обсудим. Вот что ты, скажем так, когда ты ощутил, что реально в России фашизм? Ну, вот что прям конкретно фашизм по всем критериям, да, как он подходит, я думаю, что, наверное, ощутил где-то последние несколько лет. Ну, а, естественно, начало войны с Украиной, это ещё больше меня в этом убедило. Но, в принципе, такое подспудное ощущение, что страна идёт куда-то не туда, но присутствовала, ну, как минимум с 2011 года, когда там произошла. Слушай, ну, вот то, что страна идёт куда-то никуда, но не туда, это есть во всех странах, знаешь, вот там победили не те, кто тебе нравится на выборах, значит, всё, страна пошла куда-то не туда. Победил Трамп, страна идёт куда-то не туда. Победил Байден, не туда и прочее, прочее, прочее. Но здесь же, вот, знаешь, было полное ощущение, вот, если первую неделю, господи, Россия напала на Украину на какая-то хрень, надо людям рассказать, почему это хрень. А оказывается, все всё понимали. То есть те, кто против нападения, понимали, почему это, а те, кто за нападение, понимали, что там делает российская армия. Вот как так оказалось, что мы проснулись буквально среди реально фашистов, получается. Да, на самом деле, я не думаю, что прям вот те, кто стали фашистами, они так резко ими стали. Ну, естественно, естественно. Я по-другому перефразирую. Почему мы этого не замечали? Вот, то есть я тоже чувствовал, я вот записывал 4 года назад видео, что в России фашизм, там, правда, с вопросительным знаком, но я описывал на примере эссе Альбера Камю... Так, правильно, я... ЭКО опять, Эмберто ЭКО. Почему я его с Камю путаю, охренеть? Что в России фашизм. То есть мы это чувствовали, но это, знаешь, казалось, как будто это чисто верхушка России такая. Не было ощущения, что и вот общество вокруг нас, и вот люди... Я думаю, кстати, вот среди твоих знакомых... Ладно, к этому вернёмся. Не было ощущения, что вот и люди вокруг нас это всё поддерживают. Казалось, что вот эти люди пытаются удержать свою власть, поэтому они вот так себя ведут, а люди все вокруг всё понимают. У тебя не было такого ощущения? Ну, собственно говоря, было похожее ощущение в 2014 году, когда была аннексия Крыма, и вот временно была такая же вот обстановка фашизации общества. Конечно, не в таких масштабах, как сейчас, но тогда я тоже помню этот Крым наш, там этот крымский консенсус процентов, я не помню, сколько там, тоже 80, якобы поддерживал, я думаю, на самом деле меньше, но многие поддерживали, да. Вот, но потом, в принципе, всё это достаточно быстро сошло на нет, потому что там и экономический кризис, потом пандемия, падение уровня жизни и всё остальное. Вот, а сейчас просто, ну, как я вижу, что фашизм – это как бы такое внутреннее явление, но это как болезнь, то есть пока она не даёт каких-то внешних симптомов, да, то есть, ну, вот как рак, да, условно говоря, пока человек не, пока это как-то внешне не проявляется, человек может быть не в курсе того, что это происходит. И вот как раз война с Украиной – это такой был, с одной стороны, катализатор, который ускорил этот процесс, а с другой стороны, фактически, это проявление этого симптома уже наружу. То есть, сам рак уже, он сидел давным-давно, да, и, по сути, можно сказать, что его предпосылки уходят ещё, наверное, и в начало 90-х годов, там, конец холодной войны, формирование всех вот этих социально-экономических, политических предпосылок. Вот, и с тех пор он прорастал, да, то есть он прорастал во внутренней политике, он постепенно побеждал, как бы, все здоровые силы, которые могли ему противостоять, ну, то есть, как можно аналогию с иммунитетом, да, то есть он подавлял потихоньку иммунитет, то есть свободную прессу, свободные выборы, оппозицию, свобода мысли и всё остальное. Да, и вот в итоге он пришёл к тому, что он захватил весь организм, и после этого он вырвался наружу. И даже более того, я скажу, что сейчас... Да, договори, договори. Я вот сейчас так думаю, что, наверное, и другого-то варианта не было, да, что, скорее всего, поскольку это болезнь, она в любом случае должна была прорваться наружу, да, то есть, ну, не обязательно там с Украиной, но что-то такое, то есть к этому шло, да, обязательно это должно было бы как-то вспыхнуть очень ярко, ну, в том числе на международной арене. Слушай, а вот по-твоему, по-твоему, какой вот был в России такое событие, которое вот прям начало переход вот к этому фашизму, какое-то такое вот прям основополагающее? Ведь казалось, что вот Советский Союз разваливается, тогда вот было ощущение свободы, и что народ действительно берет власть там в свои руки через это представительское правление. Что, по-твоему, начало цепочку того, к чему мы сейчас пришли? Ну, я бы на самом деле не сказал, что есть вот прям какое-то конкретное, да, одно событие. Я понимаю, ты историк, ты историк, ты не можешь так говорить, потому что это действительно, ну, это не профессионально. Я все понимаю, но вот для тебя вот такое, знаешь, вот ощущение, вот, блин, вот, если бы... Рубеж? Да, такой. Ну, наверное, 14-й год. Это Крым, это Донбасс, вся вот эта история. Вот, но на самом деле потом, после этого произошел некий откат, да, то есть как бы власть фашизировалась, но при этом росли и оппозиционные настроения. Кстати, я уверен, что сейчас будет точно так же, да, то есть фашизм, он как бы ему все аплодируют, пока его не чувствуют на своей шкуре, да, очень скоро его почувствуют на своей шкуре, и от этого консенсуса спустя полгода, я вот могу такой прогноз дать, ну, ладно, давайте 9 месяцев, да, от этого консенсуса не останется и следа, то есть вся эта конструкция, да, с там, как она, как он этого удалит, да, с вареными бабами, да, вот эта вся конструкция, она рухнет, да, фактически. Вот, по-другому, на мой взгляд, быть не может. Но если вот конкретно для меня брать действительно какой-то такой рубежный момент, который на меня произвел впечатление, это да, это 14-й год, Крым, и даже не столько сами действия, да, власти, сколько то, что сколько народу это поддержало, да, и, кстати, я бы даже сказал, что на самом деле тогда поддерживало это действие больше, чем сейчас, просто сейчас те, кто против, они запуганы, вот, на самом деле сейчас тех, кто против, даже больше, да, чем было в 14-м году, и мне кажется, что на самом деле народ за эти годы поумнел, да, на самом деле приличное количество людей, достаточно много, кто выступает против, просто все вот эти сторонники Путина, они крикливые, они неуемные, и, соответственно, остальные запуганные. И создается впечатление, что якобы все за и никого против. Но на самом деле это, на мой взгляд, далеко не так. Очень много умных людей, и как бы первые дни войны это показали, когда были массовые протесты, потом, конечно, всех запугали. Вот видите, опять эти либерахи обзывают тех, кто против них, то есть себя считают умными, а тех, кто Путина поддерживает, тупыми. Вот так все к этому и скатывается снова. А я хочу со своей стороны сказать, что для меня, по-моему, определяющим был конституционный кризис 1993 года, когда вот буквально два года в России просуществовала какая-то демократия, потом началось движение к авторитарной президентской власти. Несомненно, что президент Ельцин, что Верховный Совет, тогдашние в России, они оба имеют и свою правду, и неправду. Но произошел конституционный переворот, произошла сильная президентская власть, после которой началось, как мне кажется, движение вот сюда. То есть в России, по-хорошему, было всего два года. Более того, на примере того, что произошло в России, потом то же самое сделал Лукашенко в Белоруссии. Я думаю, немногие россияне знают, но Лукашенко пришел к власти в 1994 году и разогнал в 1995 Верховный Совет Белоруссии. И получил тоже неограниченную власть. Это была маленькая страна. И тогда, между прочим, Лукашенко поддержал Ельцин и Россия, потому что они видели аналогии с тем, что происходило в России в 1993 году тоже. Но, на самом деле, это совершенно по-другому было, потому что тогда Верховный Совет такой был консервативным, получается, в СССР. Извините, в России. В России консервативный пытался вроде как демократические реформы свернуть, поэтому народ в большей степени поддержал Ельцина. То в Белоруссии наоборот было. Верховный Совет как раз был более прогрессивным, а Лукашенко более консервативным. Но в итоге получилось, как получилось. А в Украине в это время все-таки реальная демократия начинала создаваться. И вот мы пришли к тому, что в Белоруссии и в России фашизм, в Белоруссии колхозный фашизм, в России чекистский фашизм, а в Украине реальная демократия. И вот эти две страны пытаются третью задушить. Есть такое. Ну, понятно, еще раз уточним, вот и Олег об этом говорил, что не может быть какого-то одного конкретного события, которое вот точно привело. Ну, еще я, кстати, с тобой вот ты вначале говорил, не совсем соглашусь, что теперь понятно, что к этому все вело. Это теперь понятно. Это вот нам кажется, что все события не могли по-другому произойти. На самом деле каждое событие, в каждой точке истории могло по-другому пойти. Оно реально могло пойти, но пошло вот так. И где кто не допрессовал, где мы что, ошиблись, какие элиты чего-то не доделали, вот это, мне кажется, история должна разбирать. Что мы могли, например, во время 2014 года сделать в Крыму? Или что украинцы там могли сделать в Крыму? Или до 2014 года что мы могли сделать? Были же какие-то элиты, которые понимали, что к этому все идет. Или тебе кажется, что даже сейчас... Просто я вот многих интервью видел там людей, которые, ну, олигархи и так далее. Они все говорят, хотя мне кажется, что они врут или изображают у себя таких простачков. Но они все говорят, что до 24 февраля я даже не думал, что такое может быть. Вот, например, последнее Тинькова я смотрел, что типа он там вкладывал деньги и всем говорил, да, ну, там, учения идут, никто ни на кого нападать не будет. Тебе не кажется, что они как-то это просмотрели? Что... Ну, на самом деле, я думаю, что, конечно, никто не предполагал, что действительно это может быть возможно. Ну, как это никто? Ну, как никто не мог это предполагать? Не может такого быть, что никто не предполагал, и тут вдруг началось. Ну, не может такого быть. Ну, вот я лично не предполагал, да, то есть я думал, что все это блеф. Ну, потому что, на мой взгляд, это настолько антирациональное решение было. То есть, если пытаться его спрогнозировать с позиции здравого смысла, да, то есть разума, и ты неизбежно приходишь к убеждению, что это просто суицидальное действие, которое не приведет ни к чему хорошему, ну, и, соответственно, как бы спрогнозировать его было невозможно. Вот, но при этом... Подожди, но там же, во-первых, НАТО собиралось нападать на Россию. Во-вторых, было четыре точки, откуда украинцы планировали нападение. В-третьих, биолаборатории, ты забываешь. А по карте сможешь показать? К сожалению, слушай, Александр Григорьевич куда-то... так и не показал, поэтому никто не может, но было четыре точки точно, точно было четыре точки. Ну, там же машины были тоже с британскими номерами, так что, в принципе, все сходится. Смотри, я это к тому говорю, то есть это не пошутить, а ты говоришь с точки зрения здравого смысла. Вот тебе здравый смысл с другой стороны. Вот у них здравый смысл такой, иначе бы на Россию напали. Вот даже если предположить, что реально, что это реальность, что на Россию бы напали, если бы Россия этого все сделала, все равно шаг России, он суицидальный получается. Потому что иначе бы Россия выглядела как обороняющаяся страна, естественно. И все, что в мире сейчас происходит за Украину, было бы за Россию. Но вот как это донести до людей, я не представляю. У них вот полностью тотальная русофобия. Им кажется, что все против России, потому что мы русские, поэтому все против нас. Мы великий народ, поэтому все нас не любят. Я не понимаю. Как именно донести, что никто нападать не собирался, или что даже если собирались, то как бы превентивный удар все равно суицидален. Да, и то, и другое. Как донести? Ну, во-первых, что касается нападения, ну, как бы любая точка зрения, если мы говорим хотя бы в научном плане, даже не в научном, а в бытовом. Но любая точка зрения должна как бы опираться на конкретные факты, то есть на эмпирику. А на основании, собственно говоря, чего делается вывод, что на Россию кто-то собирался нападать. То есть, ну, с таким же успехом мы можем сказать, что на Россию готовились напасть там динозавры, марсиане, мыши, да, там тараканы, вот, ну, еще кто угодно, да, тут не про Лукашенко, вот. Но, в общем, должны быть, то есть конкретные доказательства и факты, которые свидетельствуют о намерении нападать. Вот мне интересно, кто, ну, НАТО – это огромное количество стран, да, кто там, Дания собиралась напасть или кто там, я не знаю, Норвегия, да. Ну, в первую очередь, поляки, конечно, поляки. Это самые главные соперники России. Хотели речь посполитую, да, воссоздать. Я на всякий случай уточню, смотрите, просто скажу, что не может страна-участник НАТО напасть в составе НАТО по отдельности. То есть это будет ее отдельная операция. Просто мне привозят почему-то, зачем-то приходят в комментарии, говорят про то, что НАТО бомбардировало Ливию. Там не НАТО, там Франция сама по себе, там не НАТО. Единственная реальная операция НАТО, которую вы можете предъявлять, это Югославия, действительно. Там конкретно НАТО без разрешения ООН бомбардировало Югославию. Но по отдельности страна, то есть это чисто лично ее, участник НАТО там что-то делал. Турция, например, помогала своим там этим, каких-то там формированиям в Сирии. Ну Турция же тоже в этом участвовала. Как и Россия участвовала в Сирии. Но это не НАТО участвовало в Сирии, это Турция отдельно. Да, согласен. И более того, ведь НАТО по уставным документам 49-го года, я не помню, знаменитая эта статья, 6-я, по-моему, статья Вашингтонского договора 49-го года, что в случае нападения на одну из сторон из стран НАТО, соответственно, весь альянс должен вступить в войну. Но это именно оборонительный документ, а не так, что там какой-нибудь псих пришел к власти в одной стране, напал и понеслась. Более того, даже это настолько как бы рыхлый блок, в котором две страны, которые там либо, я вот не помню, уже были, или одна страна претендовала, мудрились повоевать между собой. Это Турция и Греция из-за проблемы Кипра. То есть два члена альянса фактически, ну это не крупномасштабная война, но это конфликт, да, это серьезный конфликт. То есть о каком вообще единстве и о какой единой политике НАТО можно говорить, если туда входят настолько не схожие между собой страны, и кто там собирался нападать, какие конкретно есть факты, что собирались нападать. Ну так если собирались нападать, да, то есть вот как бы, ну, поставить себя на место, действительно Россия, да, которая вдруг узнает, что на нее собирается кто-то нападать. То есть какие действия? Это максимально привлечь внимание широкой общественности, что есть такие-то разведданные, есть такая-то информация, вот доказательственно она собирается нападать, да, чтобы население в соответствующих странах не позволило это сделать, чтобы другие страны обратили внимание. Ну, собственно говоря, это то, что делала как раз НАТО, да, Америка и Украина, которые привлекали внимание концентрации войск на границах и демонстрировали, что вот, смотрите, что происходит, да, в ответ как раз почему-то Россия до февраля не говорила, что собирается кто-то на нее нападать. Вот, то есть как бы версия о том, что на нас кто-то собирался нападать, но она просто априори несостоятельна, поскольку она не имеет ни вообще, ни малейшего, да, ни единого доказательства. То есть чтобы что-то утверждать, должны быть какие-то достаточные основания, тут их нет. Вот, и второй, да, момент, это то, что если вдруг действительно мы представим гипотетически, что НАТО собиралось нападать, ну, тогда тем более это суицидальный, действительно, удар, ударить первым, почему тогда по Украине, а не по НАТО, да, то есть это или как, или там типа всем прям миром, все, и Украина, и НАТО, и все, короче, хотели навалиться, опять же, ради чего навалиться, да, какая цель? У любой войны, да, ну, должна быть какая-то цель, да, получается, вся Европа прислала какую-то цель, Америка, Украина, единую цель. Владимирович в своем обращении перед этим нападением, он сказал, они нас не любят, потому что мы русские, в общем-то, вот такой уровень аргументации, ну, просто вот мы русские, вот нас все за это, для Путина это вообще гениально, и странно, что он даже до такого сумел додуматься, хотя, наверное, это не он додумался, ему написали, он озвучил, потому что, конечно, его интеллектуальный потенциал это статейки писать тоже про Украину, которая вообще лишена любого исторического основания, и позиционировать себя как историк, да, то есть он специалист у нас по половцам, по печенегам там, вот, про Ивана Грозного говорил, что, типа, не доказано, одна из версий, да, что это он убил своего сына, вот, ну и прочее. Вообще, конечно, сейчас быть историком в России такое себе развлечение, я, кстати, тебе скажу, что у Александра Григорьевича Лукашенко историческое образование, если ты не в курсе был, так он вот тоже выдавал, выдавал такие, то есть человек, у него два, по-моему, образования, первое точно историческое, второе, по-моему, экономическое, вот это я не уверен, но одно точно историческое, и он выдавал такие перлы, что выступая в Петербурге, как-то он был, например, еще раз повторю, человек с историческим образованием, он выдавал, что Петербург, это же практически белорусский город, здесь творил наш известный первый печатник Франциск Скорина, ну, это один из самых известных белорусов, вот, проблема в том, что Франциск Скорина в 16 веке жил, поэтому мы можем считать Франциска Скорину основателем, видимо, Санкт-Петербурга, раз он там уже творил еще за сто лет на болотах этих местных, где город появился, я хотел... Ну, маленькое тут поселение было, может, он в деревне какой-то там... Конечно, конечно, да, и остались исторические данные об этом, но на самом деле нет, прямо скажу, что этого ничего не было. В твоем видео был раздел о пренебрежении к человеческой жизни в период Средневековья. Вот тебя... Вот после... Знаешь, эта война принесла несколько шоков. Первый шок... В принципе, война началась. Второй шок был, что, оказывается, россияне-то многие это поддерживают, то есть, прям не каких-то маргинальных 10-15 процентов, а приличное число. Ну, а второй шок для меня был, что матери российских солдат как-то очень... Ну, очень спокойно относятся к их пленению, к их смертям и так далее. То есть, ты вот... Ты интересно нашел эти корни именно из Средневековья. Вот нам объясни, какие корни вот этого пренебрежения к человеческой жизни и в первую очередь меня интересуют у родителей этих солдат в России. Ну, я бы вот конкретно про родителей, да, тут на самом деле немножко бы смягчил, да, потому что действительно нам это кажется настолько диким, да, и поэтому каждый такой случай, а их на самом деле, ну, формально не так много, да, Ну, да, понятно, что это не большинство, естественно. Естественно. Вот, и то есть, это нам кажется настолько нелепым, но здесь еще есть, пожалуй, ну, это, наверное, такая ошибка выжившего, да, что нужно понимать, что как раз в таких семьях, да, где как бы здоровьем своих детей не дорожат, где там родители отдельно, дети отдельно, там как бы многие, да, и идут, вот дети, они идут, значит, на военную службу, ну, как бы в этом нет ничего плохого, но когда начинается война, да, то есть как бы, ну, здравый человек, ты понимаешь, да, что ты до этого защищал страну, а сейчас ты стал агрессором, ну, какие-то должны быть действия, да, у тебя, то есть там отказаться, написать рапорт, там, ну, все что угодно, но если человек этого не делает, да, то есть это, он уже воспитан, значит, такой обстановке, что ему кажется это нормальным, то есть это изначально были такие семьи, которых нет ни каких-то гуманистических идеалов, ни ценностей человеческой жизни, ни даже детям не был привит какой-то здравый смысл, и, конечно, все это идет от родителей, то есть у таких родителей рождаются такие дети, вот, которые готовы убивать, там, да. Я поясню нашим зрителям ошибку выжившего, что это означает, для примера возвращается с боевого задания самолет, и во многих местах он пробит, и у него, ну, стреляли по нему, и во многих местах дырки от пуль, и, посмотрев на это, решают укреплять именно те места, по которым стреляли, так вот это и есть ошибка выжившего, потому что он как раз с этими пробойными вернулся, а надо исследовать сбитые самолеты, куда там попали, и вот те места укреплять. Так и здесь, в данном случае, то есть имеется в виду, что мы просто видим тех людей, которые уже из поломанных семей, или, как это лучше сказать, шли на войну, потому что они идут на войну, не на войну, извините, в армию, потому что они из таких семей, хотя бы вырваться хоть как-то, и армия, кстати, это один из, вот в США армия, это очень хороший лифт наверх, очень хороший, здесь она полностью контрактная, то есть тут нету никакого призыва, но очень большие бенефиции. Так как в итоге мы пришли к тому, что в России вот так жизнь не ценится все-таки? Да, ну вот тут как раз, да, про Средневековье я говорил в ролике, что, собственно говоря, вообще не только Средневековье, но и вообще вся история человечества, она была сопряжена с тем, что длительность человеческой жизни, продолжительность была минимальной, огромное количество людей, да, особенно детей, да, там младенческая смертность просто колоссальная, средняя продолжительность, там, 35-40 лет, да, и прочее. Вот, и, в общем, в условиях антисанитарии, антисанитария, большого количества насилия, войн, плохой медицины, да, в общем, человек имел гораздо ниже шансов выжить и прожить долгую жизнь. И, соответственно, в этих условиях, да, для того, чтобы как-то, ну вот, отвечать на вызовы окружающей среды, да, соответственно, человеческое сообщество, оно приспосабливалось, да, оно приспосабливалось тем, что была очень высокая рождаемость, именно поэтому вот такие большие традиционные патриархальные семьи, просто потому что огромное количество детей погибало, те, которые выживали, жили недолго и прочее, да. Ну, и, соответственно, если мы имеем такую огромную смертность, да, если мы имеем вот такую тяжелую окружающую среду, то, конечно, ценность человеческой жизни, она как бы, ну, не столь велика, да, потому что смерть – это абсолютно повседневное явление, умирают все, умирают постоянно, каждый день от всего, чего угодно, там, любая болезнь, любая эпидемия, там, оспа, там, дифтерия, чума, там, не дай бог, еще что угодно, да, в общем, просто огромная смертность. Ну, и, конечно, в этих условиях человечество переходит к такой стратегии размножения, когда много рождается, много умирает, соответственно, ценность человеческой жизни мала, вот. Но потом начинается научно-технический прогресс, промышленная революция, индустриализация, растет продолжительность жизни, развивается медицина, наука, и, соответственно, смертность резко снижается. И это, конечно, ведет уже к изменению психологии, что ценность человеческой жизни становится гораздо более высокой, да, именно поэтому мы можем вот проследить корреляцию, да, зависимость. Чем благополучнее страна, тем выше там продолжительность жизни, да, тем, извините, не продолжительность, тем выше там ценность жизни, да, потому что рожают уже меньше, каждый человек – это огромная ценность, да, там не только ребенок, но и человек, и, соответственно, просто так тратить, да, людей на войны, непонятно на что, но это уже как бы становится ненормальным, это становится попросту абсурдным. И вот тут возникает тот самый парадокс, что Россия, она развивалась в целом, да, как Европа, то есть, но с небольшим запозданием, да, но в целом для нее были характерны те же самые процессы. И по идее, в социально-экономическом плане ценность человеческой жизни, ценность индивида, вообще как существа, как целой вселенной, да, такого микро- и макрокосма, она должна была быть просто огромной, да, для нашего общества, точно так же, как и для Европы, поскольку у нас, ну, относительно низкая смертность, относительно низкая рождаемость, конечно, хуже, чем в Европе, но в целом мы гораздо ближе к Европе, чем там к Азии, к Африке и так далее. То есть, получается, извини, ты договорил? Сейчас, секунду, да, что вот нормальное положение дел должно было бы обуславливать высокую ценность человеческой жизни. Но почему этого не происходит? То есть, вот тут, значит, есть какой-то скрытый дополнительный фактор, который в краткосрочной перспективе, долгосрочно он, конечно, не может действовать, а в краткосрочной он все-таки влияет, да, и обуславливает то, что человек как ценность перестает существовать. И вот тут мы как раз подходим к этому фактору, это, конечно, идеология и пропаганда, которая фактически идет на перерез с биологическими потребностями существа, да, и всего общества, сохранения жизни, и заставляет вообще все общество как бы смотреть сквозь пальцы на всю вот эту мясорубку, на гибель и прочее. То есть, мой ответ, что нормальное положение дел в данном случае, оно портится как раз фактором пропаганды, да, во многом. То есть, пропаганда заставляет людей делать то, что противоречит их интересам. Я правильно понимаю, что вот эта революция, октябрьская революция 17-го года, получается, сломала нормальный ход вещей, потому что, по идее, ну, вся Европа прошла через череду. Сначала монархия, потом буржуазные революции у них происходили, потом фашизм практически во всех странах Европы, демократия ведет к фашизму, к сожалению. Этим надо переболеть, видимо. Ну, и потом демократическое развитие. У нас получилось, мы пропустили буржуазную революцию. То есть, она, по идее, наверное, произошла в феврале, но я не могу ее буржуазно назвать, потому что она просуществовала полгода, как бы, и даже ничего не началось. Потом произошло вообще большевистское, то есть, коммунизм, типа, начали строить, чего вообще ни в одной стране не происходило. Даже я не думаю, что этого даже в Китае происходит. Ну, предположим. Ладно, предположим, в Китае тоже они делают. Там какая-то очень по-другому. И опять мы вернулись к, видимо, в 91-м происходит буржуазная революция, хотя она очень, ну, очень странно ее так назвать. И мы сейчас получили фашизм. То есть, получается, мы откатились на 100 лет. То, что прошла Европа, мы сейчас, получается, ну, как ты говоришь, наверстываем? Ну, нет, я бы немножко по-другому, да, сказал, потому что, во-первых, вот то, я о чем говорил, вот эти процессы, да, чисто биологические, да, они все-таки не связаны конкретно с политической системой, да, то есть, росла продолжительность жизни, соответственно, улучшалась медицина, и те же самые процессы, что и в Европе, происходили и в Советском Союзе, только они, конечно, были с замедлением и не столь явные, да, то есть, в принципе, в этом плане Советский Союз, он точно так же шел в русле всей европейской и мировой цивилизации, как и остальные, да, вот, а что касается конкретно революции, то, в принципе, да, 17-й год, тут вопрос даже не коммунизма, да, а тоталитаризма, тут идеология, это только, как бы, такая, ну, внешняя оболочка, да, то есть, самое главное, это вот это тоталитарное ядро, да, а через тоталитаризм прошла, ну, фактически, вся Европа, да, это и Италия, и Испания, и Греция, и, ну, Германия, конечно, но они все через фашистский тоталитаризм прошли, а не через социалистический или коммунистический, то есть, ну, наверное, тоталитаризм коммунистический только если... То есть, ведь, что самое интересное, ведь лозунги революции 17-го года, да, это, опять же, были во многом очень демократические лозунги, да, и вот мы сейчас можем, как бы, оглядываться и смотреть, к чему это привело, но я вот четко знаю, что если бы я родился тогда, да, то в 17-м году я был бы на стороне красных, да, а не белых, потому что белые – это все-таки монархия, это вот эта вот пасконная непонятная Русь, да, в то время как красные провозглашали гораздо более прогрессивные лозунги. Другое дело, во что это вылилось, да, то есть, по факту вылилось это в прямую противоположность того, за что, как бы, боролся народ, да, почему красных победили, потому что их поддерживали широкие слои населения, да, а в итоге боролись за одно, а по факту была установлена тирания. Ну, в принципе, то же самое, например, было и в годы французской революции, да, когда сначала были одни лозунги, потом якобинская диктатура, а потом наполеоновская, да, диктатура. Мне вот еще понравился у тебя пропагандистский тезис о тщетности усилий. Это вот прям, знаешь, как бальзам на душу, потому что, ну, столько в комментариях людей приходят и говорят, Леша, играйся в свои игрульки, зачем ты делаешь, зачем ты влазишь в это? Не пытайся в эту изменить, да. Да, во-первых, почему-то считается война в Украине все еще политика, типа не лезь в политику. Я не хочу, чтобы убивали украинцев. Не лезь в политику, ты что? Говорю, людей не убивайте, не лезь в политику. Так вот, тщетность усилий. Ты сейчас как историк, конечно, об этом расскажешь, о пропагандистском тезисе. Я вам скажу с психологической точки зрения, я, конечно, не психолог, но в принципе, я уверен, что очень многих людей вот эта депрессия накатывает из-за того, что происходит. Так вот, одна из форм избавления от этой депрессии – реально что-то делать. Вот просто я не говорю, там, идите, поджигайте военкоматы, или спускайте поезда с рельсов, как белорусские партизаны делают. Просто вот вы подумайте для себя, что в ваших силах. Вот, например, в моих силах делать такие видео. Я уверен, что эти видео не победят в войне, но какую-то крупичку они что-то вносят. Во-первых, украинцам, которые это смотрят, им легче становится. Я, когда делаю эти видео, мне тоже легче становится. Но и вот эти миотезисы, что типа все, что ты делаешь, это тщетно и не поможет. Вот это, ну, видимо, это надо как-то в жизни какую-то прожить, чтобы вас это не смущало и не останавливало. Потому что кто-то мне говорит, это ничего не даст, только нет, сейчас сделаем, давайте попробуем. Олег, скажи, почему эта пропаганда работает все-таки? Да, ну, тут как бы несколько аспектов. Да, ну, вначале я вот тоже про игры хотел сказать, что, типа, да, занимайся играми, не лезь. Я вот тоже, я не знаю, может быть, ты не слышал, я иногда играю в такую игру StarCraft, не слышал? Слышал, конечно. StarCraft 2, видимо, ты играешь. Да, второй. Вот, ну, играю плохо, но главное, я смотрю ролики, есть такой украинский комментатор, Алекс 007, да, Алекс, он еще, вот, и тоже, как началась война, ну, он, конечно, прям четко выразил позицию, что это война, это оккупация моей страны, все такое, и там у него аудитория, ну, 50 на 50, да, половина россиян, половина украинцев, и тоже многие писали, типа, мы тут, чтобы смотреть StarCraft, да, там, типа, куда, зачем ты все про политику говоришь, да, и опять же, да, такой тезис, то есть у человека бомбят страну, да, и каким образом он, почему он вообще должен, да, быть где-то вне этого, он высказывает свою позицию, да, и мне тоже этот тезис, конечно, ну, просто вымораживает. Ну, их идея, я дополню, что их идея в том, что, ну, типа, мы понимаем, ты, украинец, у тебя бомбят страну, но не транслируй что-то другое, кроме игр. Я сюда пришел, то есть, ну, для сравнения, я пришел в оперу посмотреть, смотреть Тоску, например, а вижу кардебалет, вижу эту, господи, как это всегда называется, мюзикл, где танцуют и поют, а я хотел оперу посмотреть, типа, вот что-то, типа, такого, вот это имеется в виду, но есть вещи, есть вещи, которых просто невозможно молчать, если, скорее, знаешь, об уместности, об уместности. Понятно, что, когда я показываю игры, если я при этом, например, не знаю, голым это, например, буду вести, или начну рассказывать о каких-то сексуальных извращениях, предположим, вот это я понимаю неуместно, а когда происходят вещи, которые влияют на нашу с вами жизнь, абсолютно, это точно, это прям сто процентов влияет на нашу с вами жизнь, то как об этом можно молчать? Тем более, что я уверен, что и этот Alex 007, и другие игро-стримеры не делают полностью видео, чисто вот... Конечно, он только в начале, да, говорит. Упоминаем. Я вот сейчас начал прям в начале видео, в начале всех своих видео, просто говорить слава Украине, чтобы уже отписались от меня эти люди, которые не хотят подобного. Я просто мне достаточно в течение видео сказать слава Украине один раз, и все. Этого вот так уже свои позиции все высказали. Так вот, почему... Ладно, вот этот пропагандистский тезис о тщетности усилий, но почему так много людей... Я сейчас, извиняюсь, я вернусь. Да, в общем, а насчет тщетности усилий, ну, во-первых, на мой взгляд, это тезис, который не соответствует действительности. То есть, у каждого человека может быть своя действительно какая-то роль, он может сыграть определенную роль, да, и мы опять что-то, наверное, подходим к такой теме, как роли личности в истории, да, лично я считаю, что каждый человек, он действительно может внести огромный вклад, да. Я не помню, кто говорил из экзистенциалистов, или вот Камю, который ты делал, или, по-моему, Сардер, да, что каждый человек волен сам выбрать, кем он будет, трусом или предателем, или героем, да, или там кем-то еще, да, то есть, у человека есть выбор, и вот я даже не понимаю тех людей, которые говорят, что типа, ну, а что я могу сделать, ну, вот их, как бы у них внутренний протест не рождается, что, как бы они фактически сами себя признают кем, ну, червяками, которые не способны ни на что повлиять, у меня бы, как бы, вот родился, да, протест, но у меня бы наоборот, да, как-то тщетность, да, я буду делать все, что, как бы, в моих силах, да, вот, я не какое-то там беспомощное существо, которое ничего не способно сделать, нет, я человек, у меня есть свое мнение, я буду его выражать, вот, и все, да, вот, это первый момент, да, психологический, а второй политический, да, что нужно понимать, что вот эта идея, вот тщетности усилий, о том, что человек, это букашка, это один из важнейших, вообще пропагандистских аргументов и тезисов, который, с одной стороны, держит в повиновении человека, а с другой стороны, отбивает у него всякую, как бы, жажду сопротивляться, да, то есть вообще, на чем основаны, вот, основное противоречие между авторитаризмом, да, и тоталитаризмом, с одной стороны, и демократией, да, о том, что демократия и либерализм, что либерализм и демократия, исходят из позиции, что человек, это существо, пускай с недостатками, но это существо доброе, это существо сильное, соответственно, оно должно решать само за себя, оно должно принимать решения, оно должно действовать, и, наоборот, авторитарист пытается уверить человека, что он зло, что он слаб, что он ничтожен, что он ничего из себя не представляет. Это, кстати, очень-очень похоже на христианские тезисы вот в Средневековье, как раз христианская вера, это сейчас мы пришли в протестанцию. Да, в протестанцию. Тут как раз было, там, ну, немножко не в тему, но вообще это очень интересно, что как раз вот по этой линии происходил раскол между католицизмом и протестантизмом, и, с другой стороны, между протестантизмом и движением возрождения, да, например, очень интересно в этом плане переписка знаменитого Разма Роттердамского, представителя эпохи возрождения, вот, замечательного деятеля, да, и, ну, вообще, писателя, философа и Мартина Лютера, да, главы, ну, фактически, человек, который основал лютеранство, запустил реформацию, протестантизм, и вот они как раз переписывались, где Лютер, доказывал, что человек слаб, ничтожен, ничего из себя не представляет, а Разма Роттердамский наоборот говорил, что нет, человек, да, ну, в плане антропоцентризма, да, что человек – это центр вселенной, да, человек, он не может быть по определению, да, таким слабым и ничтоженным, и вот как раз действительно христианская традиция, она отчасти вот именно протестантская, она восходит к лютеранству и к львинизму, да, вот к идее того, что человек слаб, перед лицом Бога, но вот в католицизме и на самом деле даже в православии такого, к счастью, нету, да, такой концепции, вот, ну, а вообще, действительно, отчасти это, да, имеет какие-то христианские корни. На самом деле, вот эта война, начавшаяся, как раз для многих из нас сделала, создала фон отсутствия будущего, и многие, вот, и многие, мы вот это вот, в общем-то, делаем, чтобы опять обрести уверенность в будущем, что оно вообще будет даже у человечества, мы даже не про Россию говорим с Украиной, а конкретно у человечества, поэтому наши усилия направлены на то, чтобы опять обрести возможность планирования какого-то долгосрочного, понимаете, и так далее, потому что все, что происходит, такое ощущение постоянно, что какое-то рандомное событие, какие-то, независящее от нас, вот, но и отчетности усилий, наверное, тогда как раз к пропагандистскому, к дальнейшему, вот, что пропаганда создает отрицание объективной реальности и информационный шум, вот этот, те, вот, мне, знаешь, даже такое ощущение, что это какая-то, вот это конкретно ноу-хау как раз российской пропаганды, потому что я не помню, вот Третий Рейх, конечно, я понимаю, там тоже была немножко другая реальность, они пытались, ну, не пытались, а создавали, Гиммлер создавал, но она была, знаете, настроена на определенные цели, что ли, вот это для чего-то дело, не просто там для удержания власти, а конкретно у Третьего Рейха была цель в его существовании что-то делать, она отвратительная, бесчеловечная, но была, что делает Россия, что делает российская пропаганда вообще, то есть просто вот именно как раз непонятно, вот тебе не кажется, что это как раз ноу-хау такое? ну вот то, что пропаганда мечется из стороны в сторону, я думаю, что это в данном случае не ноу-хау, а это как раз отражение того, что происходит в мозгах, да, те, кто формирует эти смыслы, то есть они они сами не знают, что конкретно, что они хотят, да, в какую сторону, ну, они идут, да, и, соответственно, у них там семь пятниц на неделе, и это как-то надо объяснять и обосновывать, и вот эта вот шизофрения, которая творится у них в мозгах, она проецируется и на сферу пропаганды, да, то есть когда доносятся абсолютно несовместимые между собой какие-то тезисы, которые, половина из которых вообще противоречат здравому смыслу, да, ну, вот как про нападение НАТО, да, и более того, а некоторые противоречат напрямую друг другу, да, вот, ну, и тут, конечно, еще определенное отражение, да, в чем отличие между вот пропагандой Геббельса, да, и современное, это все-таки, конечно, изменение средств массовой информации, да, то есть там был один источник информации, вот, а сейчас все-таки при всем желании российская пропаганда не может ответствовать основные источники информации, и поэтому она несколько меняет стратегию, да, она пытается еще и вбрасывать, наоборот, дополнительные какие-то нелепые там версии, методы и прочее, ну, вот я приводил пример с отравлением Навального, когда целенаправленно вкладывали, вбрасывались совершенно нелепые, да, там, и противоречащие друг другу истории, что, значит, там, он отравился сам алкоголем, что его отравили свои, что его вообще не отравили, что его отравила разведка, что у него скакнул сахар, что это вообще симуляция и прочее, вот сразу вбрасывалось куча этих версий, и человек, да, он видел, ну, если раньше он видел вот правительственную версию, и версию такую более правдивую, более аргументированную, а теперь он видел помимо этих двух версий, еще и куча бреда другого, и пока он там отбросит все вот эти там бредовые версии, он может подпасть под влияние пропаганды, тем более, что пропагандистская версия кажется более убедительной, чем вот этот, ну, явно абсолютный бред, да, там про сахар в крови и так далее, то есть это тоже, конечно, целенаправленная такая стратегия, да, и я еще от себя добавлю, что парадоксальным образом на фашизацию не только россиян, но и вообще всего мира влияют социальные сети, то, что их алгоритмы, которые были придуманы для того, чтобы получше нам втюхать рекламу, парадоксальным образом разделяют нас на пузыри, в котором мы находимся, то есть мы начинаем получать только ту информацию, которая нам нравится, к сожалению, я специально даже проводил эксперимент, подписывался на ютюбе, в фейсбуке, на каких-то людей, ну, мнение которых мне не нравится, на шаре, например, если кто из украинцев знает, на подоляку, и понимаете, то есть оно мне вначале немножко показывает, но я не могу это лайкать, потому что мне это не нравится, то есть я не хочу это лайкать, и оно перестает показывать, все, то есть алгоритмы соцсетей заточены на то, чтобы вам что-то показывать, что будет вам, что сможет нам втюхать рекламу, которая там идет, какой-то продукт или еще, это даже не, это даже не для пропаганды сделано, это чисто, чистый финансовый инструмент, и оно формирует у нас пузырь информации, в котором мы остаемся, мы не можем даже получать альтернативную информацию из-за этого, а все современное общество находится в социальных сетях, и таким образом вот и создались эти антиваксерские группы, например, потому что им кажется, что все вокруг против вакцины, они находятся в этом мире, а получается, государство заставляет принимать вакцину, это фашизм в их понимании, что совершенно логично, они находятся в этом пузыре, так и здесь, во многих странах вот эти социальные сети сформировали определенный образ мышления, и сейчас, как ни странно, получать альтернативные точки зрения очень тяжело, и это даже не российская пропаганда работает, а вот, пожалуйста, вам алгоритмы, которые вам дают, и именно поэтому, например, YouTube, почему вот тут возмущается свобода слова, YouTube забанил каналы российской пропаганды, потому что иначе невозможно дать людям в России получить альтернативную точку зрения, потому что алгоритмы YouTube будут вам все равно пихать то, что вам нравится смотреть, и вы вот нас сейчас смотрите, то есть вопрос, смогут ли алгоритмы YouTube, вот наше это видео, на котором мы сейчас с тобой обсуждаем, дать людям, показать людям, которые с нами, не согласны, чтобы это можно было поспорить, если они, конечно, не подписаны на наш канал и не лайкали до этого, сложно вообще это все, и как вот с этим, мне кажется, вот это очень важный вопрос, и вот с этим общество мировое должно что-то делать вот с этими алгоритмами социальных сетей, потому что это действительно формирование, формирование сознания, причем автоматическое просто какое-то, но чисто побольше тебе продать, вот тоже один из фашизмов, это корпоративный капитал, который пытается тебе побольше продать и пофигу, что ты там думаешь. Ну вот дальше мне интересный тезис такой у тебя был, путинскую власть поддерживают наиболее слабые в психологическом, интеллектуальном и нравственном отношении индивиды. Наконец-то мы перешли к прямым оскорблениям, почему ты считаешь, что это не мы с тобой слабые в психологическом, интеллектуальном и нравственном отношении индивиды, а они? То есть это же какой-то социальный дарвинизм вообще конкретный, нет? Нет, тут немножко там немножко другая была аргументация, то есть я вполне допускаю, что можем заблуждаться мы, что может быть как бы слабые в интеллектуальном отношении мы тоже, опять же, смотря по каким критериям, судить, то есть я там конкретно говорил про конкретный один аргумент, что про так называемый стокгольмский синдром, когда люди, которые не чувствуют в себе какой-то психологической силы, там силы воли противостоят давлению общественности, давлению общества, они, соответственно, гораздо более склонны к какому-то соглашательству, к тому, чтобы принимать вот эту, как им кажется, общую точку зрения и не противостоять ей, потому что, во-первых, им тяжело этой точке зрения противостоять, а во-вторых, если вдруг они осознают, что их пытаются обмануть, то это опять же ставит психологически очень неприятную такую позицию тебя, что ты видишь, что тебя пытаются обманывать, ты чувствуешь, что к тебе относятся как к дураку, которого пытаются фактически обмануть, к такому простофиле, и, соответственно, это создает такой внутренний психологический дискомфорт, то есть тебе тяжело в этой ситуации, и как бы наиболее сильные в эмоциональном плане люди, они переступают через это, и они, да, меня пытаются обмануть, я буду сопротивляться, у меня есть своя позиция, и как бы, и там хоть весь мир против, ну как бы, пускай будет против, он, собственно говоря, проиграет весь мир, вот, вот как бы такая, ну это утрированная позиция, но тем не менее, что если у человека есть внутренний стержень, он готов отстаивать свою позицию, и наоборот, если изначально этого стержня нет, то этот человек становится очень легкой такой добычей, да, пропаганды, то есть ему легко влиться в массу, он там чувствует себя комфортно, он чувствует себя как рыбу в воде, что вокруг точно такие же рыбы, рыбы, да, молчаливые, такие же согласные на все, которые говорят, да, ты молодец, ты все правильно делаешь, там, не плыви против течения, ты как бы, ты вообще вот молодец, ты такой же, как все, то есть создается ощущение вот этой толпы, и вот в этом ощущении человеку очень комфортно, вот, и соответственно, как раз вот наиболее слабые в интеллектуальном отношении, то есть люди, которые не могут проанализировать, наиболее слабые в психологическом отношении, люди, которые не могут сопротивляться, они становятся заложниками этой пропаганды, да, то есть они, кто-то в интеллектуальном плане, то есть они начинают соглашаться с тем, что говорят, кто-то, может быть, рационально не соглашается, но психологически не готов этому противостоять, вот и получается, да, что как раз под эту пропаганду подпадают самые такие уязвимые, да, слабые, это не как оскорбление, а именно, ну, это их характеристика в данном случае, то есть они не готовы выступить, да, и бороться. Ну, подожди, но мы же с тобой, получается, ну, получается, что мы же с тобой под западную пропаганду попали, такие же слабые, уязвимые. Да, но это если бы мы, теоретически, да, если бы мы вот родились в этом обществе, мы бы, соответственно, не пытались осмыслить то, что нам говорят, и все, но мы-то все-таки, ну, на мой взгляд, конкретно я в России, да, я вот сколько, два месяца, да, всего и то я на территории СНГ, да, в Кыргызстане, и как раз мне гораздо больше информации поступало вот этой пропагандистской, да, вот я, конечно, тут не хочу никак себя там преувеличить, да, там возвысить, но я как бы с ней был не согласен, и я, ну вот, я критиковал, да, эту точку зрения, вот, и более того, я как бы, честно говоря, получаю какое-то удовольствие, да, когда я критикую, потому что я, высказываю свою точку зрения, и я не хочу, чтобы мне кто-то навязывал другую точку зрения, вот, потому что я знаю, что в российском учете мне пытались навязать эту точку зрения, а какая-то западная точка зрения, ну, мне никто ее не пытался навязать, я мог посмотреть, да, я могу согласиться, могу не согласиться, но мне никто агрессивно ее не навязывал, мне никто не говорил, что, вот, если ты будешь говорить про российскую точку зрения, да, то ты там лишишься работы, заработка и так далее, То есть на меня не было давления со стороны вот западной. Или что тебя посадят на 15 лет, например. Да, да. То есть я испытывал давление только с одной стороны. И вот у меня как бы было такое чувство, нет, ну с какой стати давления, нет, ну нифига подобного. Хорошо, вот в твоем видео много тезисов про милитаризацию российского общества. Возможно, я как-то неправильно это понял, но просто глядя на войну в Украине, такое ощущение, что милитаризация пшиком оказалась. Или ты имеешь в виду, имел в виду любовь к войне, то есть вот желание этой войны? Да, ну я там, наверное, немного просто упрощенно говорил о милитаризации общества, я имел в виду милитаризация сознания. Да, то есть возникновение идеи, что какой-то конфликт можно решить вообще военным путем. Да, извини, я сейчас тебя перебью. Тебе вот не кажется, что просто, ну вот современный мир, то есть почему еще для многих, как ты там назвал, не слабым в психологическом, интеллектуальном и нравственном отношении индивидам, очевидно сейчас, что экономика – это современная война, грубо говоря. Ты должен экономически лучше быть, чем другая страна, другие страны. Соответственно, лучшая экономика – это частное предпринимательство, то есть давать возможность людям самим генерировать идеи и воплощать их в продукте, который будет продаваться и в свободной конкуренции. Вот что для нас это очевидно, а для людей слабых, я буду цитировать тебя постоянно, слабых в психологическом, интеллектуальном и нравственном отношении, им кажется, что сейчас все можно решать только военной силой и войной. Тебе вот ты с этим согласен? Да, ну, потому что, а кто, собственно говоря, решает в основном конфликты силой? Те, у кого не так много ума, по большому счету, у кого нет иных способов для решения конфликта и достижения своей цели. Потому что все-таки сила – это наиболее затратный момент, даже чисто биологический. И если ты можешь добиться своей цели, не используя силу, ты как бы всегда будешь в выигрыше, потому что ты меньше психологических, меньше физических сил потратишь, и ты таким образом обретаешь определенное эволюционное преимущество даже, если мы возьмем такую эволюционную теорию. Вот, так и тут. То есть силу используют те, кто не может использовать иные инструменты. И в плане экономики тоже можно сказать, что, к сожалению, пока российская экономика абсолютно не конкурентоспособна. И пока эта система и режим не рухнет, она не то что не будет, она только будет деградировать и деградировать. Вот, и, соответственно, все мы прекрасно понимаем, что экономика не конкурентоспособна. Культура и мягкая сила тоже пока, к сожалению, не конкурентоспособны. Ну, а чем остается как бы мериться? Мериться, да, силой, ну и спортом, ну и в спорте опять тоже идет деградация. Вот, и как бы получается, что сила и милитаризм – это последний такой спасительный островок, где мы можем как бы показать всему миру, кто мы есть. Но вот оказалось, что если система гниет, то она гниет вся полностью. И не может быть, что страна со слабой экономикой, со слабой политической системой, с проблемами в экономике и культуре, что у нее будет какая-то мощная вооруженная сила. То есть такого не было никогда. Да, и даже там мифы про Спарту – это, конечно, в основном мифы. То есть любая армия должна базироваться на мощном обществе, на мощной экономике, и по-другому быть не может. Вот, и в принципе оказалось, что все это, что мы не Голиаф, а Давид. Ну, правда, Давид не тот, который победил, а просто Давид, да. Ну, фактически колосс на глиняных ногах. Толпа боится ответственности и не хочет ее. Толпа делает все, чтобы избежать ответственности и довериться крикуну. Ну, там слово крикуну, в данном случае вождь, да, может быть, может быть, фюрер, может быть, как у нас, национальный лидер. Вот, то есть переложить в себя ответственность, вот это бремя ответственности, бремя своего выбора, бремя сопротивления тому, что тебе навязывается, вот все это снять с себя, вот как раз почему, да, именно слабые люди, потому что они хотят сбросить себя. Вот, сильные люди, они несут это бремя, и более того, возможно, и получают наслаждение, да, от того, что они управляют своей жизнью, да, они несут этот груз и даже не испытывают это как груз. Вот, а толпа, она хочет это сбросить и освободиться от свободы, которая ее тяготит. И, ну, вот это, конкретно это ремарк, да, написал вот эту цитату, что толпа боится ответственности и не хочет ее. Но на самом деле очень много кто об этом говорил. Вот тот же Эрих Фром, да, мне очень нравится такой социолог и философ, и психолог, вот у него есть книга «Бегство от свободы», как раз оно про это и написано, да, и как раз вот мы то, что говорили, он очень интересно возводил корни немецкого национал-социализма к протестантизму Лютера, да, и еще к средневековью. Вот, то есть что сформировался такой тип, когда человек чувствовался маленьким, уязвимым, сначала перед Богом, а потом вместо Бога занял фюрер, и психологически осталась та же самая картина. Человек мало уничтожен, ничего себя не представляет в его восприятии, поэтому он легко подчиняется тому, кто выше, будь то Бог, фюрер или национальный лидер. Да, полностью согласен. И вообще, конечно, Эриха Марию Ремарку желательно многим почитать и на Западном фронте без перемен. И вот «Ночь в Лиссабоне» – это, по-моему, последний его роман, если я ничего не путаю. Там много антивоенных вещей. Я вот сейчас просто цитаты даже оттуда искал. И вот представьте, это написано, ну, сколько, 70-80 лет назад, цитата. «Мы живем в эпоху парадоксов. Ради сохранения мира вынуждены вести войну». Видео называется «Как россияне стали фашистами». Обязательно в комментарии придут люди и скажут, «Ну, вы же так и не ответили на этот вопрос». Ребята, все видео – это ответ на этот вопрос. Все, что мы говорим, это все ведет к тому, объясняет, почему это вот все происходило. Дополнительно, опять же, видео Олега можете… Я пока еще не заканчиваю, но сейчас еще поговорим. Просто, опять же, видео Олега конкретно, посмотрите, это мы сейчас обсуждаем, свои мысли еще накидываем. У него вот конкретно видео про это. Также мое можете посмотреть «Фашистское бинго», где я рассматриваю свое же видео четырехлетней давности, где мне люди писали… Я говорю, в России фашизм, они мне пишут, нет, не фашизм. И я через четыре года к ним прихожу в комментарии, спрашиваю, ну что, прошло четыре года, фашизм или нет. Это, кстати, очень интересный опыт был. Ну и собираем вот этот 14 пунктов «Умберто Эко», есть ли это в России или нет. У меня получилось 12,5 пунктов то, что есть в России фашистского бинго. В конце, чтобы на позитиве как-то окончить, что надо сделать, чтобы перестать быть фашистом? Ну, сделать ничего… Ты имеешь в виду человеку, который именно… Я не думаю, что хоть один фашист считает себя фашистом, да, кроме, естественно, тех случаев в Италии и в Германии, когда это считалось нормальным, да. Вот, но так задуматься, да, вообще задуматься, насколько вы непримиримы к чужому мнению, да, то есть как бы я вот… Я имею свое мнение, но при этом я спокойно, да, допускаю, возможно, дискуссии, да, со сторонниками Путина. Я с удовольствием выслушаю их мнение, да, там про его уважение и так далее, да. Почему нет? Вот, и, конечно, попробовать вот четко, да, провести логические цепочки. Вот у вас есть убеждение, да, определенное. Вы можете проследить, на каком конкретно факте это убеждение основано, да, и если вы не находите этого факта, то в таком случае вы должны поставить под сомнение, да, это еще как знаменитый Рене Декарт, да, его метод сомнения, да, все ставить под сомнение. Если нет прочной фактической основы, ставьте все под сомнение. Вот как, например, про НАТО, да, мы говорили, но если вам говорят, что НАТО хотело напасть, ну, сами для себя найдите основания. Если вы их не находите, тогда задайте себе вопрос, так, может, я ошибаюсь, да, может быть, что-то вот в моей точке зрения не соответствует действительности, да, что-то из того, что мне говорят, может быть, это не соответствует действительности. То есть ты описываешь критическое мышление. Да, да, или там, ну, там куча других таких вот тезисов, то есть мы имеем непреложный факт, Россия напала на Украину, да, вот это факт, да, а то, что кто-то собирался якобы напасть на Россию, это домыслы, да, вот если вы приведете конкретный мне факт, что вот документ, вот свидетельство очевидцев, вот расположение частей, вот спутник, вот собирались напасть на Россию. Я скажу, что да, я был неправ, вы правы, да, но до тех пор, да, пока нет твердых доказательств, верить во все, что угодно, но это просто нелепо, да, и глупо. То есть надо руководствоваться чисто логическими основаниями. Вот так оскорбил всех верующих еще в конце. Ну, я сам атеист, да, но нет, вера, ну, пожалуйста, да, можно верить, но, опять же, вера – это хорошо какая-то внутренняя вера, но когда это перерастает в крестовый поход, собственно говоря, это вот тот же самый аналог того, что происходит у нас, да, когда ради там сохранения гроба Господня вы там берете латы и идете убивать людей, да, вот это, в принципе, то же самое, что вы берете оружие и идете воевать против братской страны. Это абсолютно точный аналог, да, потому что и то, и другое – фактически вера, которая лишена оснований. И одно дело, когда вера ведет к чему-то доброму, светлому и гуманистическому, да, как вера, там, творцов возрождения, которые там создавали шедевры, которые писали замечательные религиозные книги, там, строили сикстинскую капеллу, расписывали ее потолок. Это одно дело, но когда это заставляет вас убивать людей, такая вера, конечно, нафиг не нужна. Первый выпуск новой рубрики «Разговор с умным человеком» у нас в гостях, у меня в гостях был… Вот надо всегда твою фамилию вначале, видишь, называть, Петрович Белкин Олег, потому что, значит, кажется, что это отчество. Петрович Белкин. Меня всегда путают, да, всегда думают, что я почему-то отчество ставлю вперед. Да, я поэтому… Я раньше говорил «Олег Петрович Белкин», все думали, что это я сам себя так, типа, уважительно, чтобы, типа, сразу по имени отчество. Поэтому стал называть «Петрович Белкин Олег». Но и тут, да, подводные камни. Думаю, что я совсем не рад, а теперь отчество ставлю вперед. Наш разговор строился на основе его видео «Психология путинской лжи и пропаганды. В чем причина милитаризации и фашизации российского общества?» Ссылка будет в описании и в прикрепленном комментарии. Обязательно посмотрите. Ну и, в принципе, если вам такой формат понравился, то, может, и продолжим в дальнейшем. Все, Олег, спасибо большое. Спасибо огромное за приглашение. Мне было очень приятно. И, надеюсь, еще позовешь. Мне было очень интересно поговорить. Все, и вам всем спасибо, что досмотрели. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok